Стоять, Курапов! Руки за голову, деньги на пол! Хорошо, только давайте деньги в руку положу, а то тут ветер, они улетят! Хорошо, клади! Зачем ты мне камень положил? Странная история про камень началась с проблем по учёбе. Курапов, это только два! Ну почему, Вера Павловна? Ну какой к чёрту резонанс электромагнитного поля камня и биополе человека? Ты что, Гарри Поттера перечитал? Я ведь там в уравнении доказал! Я над этой формулой три года работал! Ты бездарность, Курапов, у тебя по всем предметам три! Какая формула? Опустись на землю! Мне всего лишь нужен ускоритель частиц, чтобы доказать мою теорию! Псих-диспансер тебе нужен, чтобы доказали, что ты не Эйнштейн! У меня действительно было плохо с учёбой, но лишь потому, что я всю энергию и свободное время тратил на физику. Я с восьмого класса был поражён таким явлением, как электромагнитное поле. До сих пор никто не знает, из чего оно состоит. Его невозможно увидеть и потрогать, оно появляется мгновенно и мгновенно может исчезнуть. В какой-то день мне пришла догадка, как резко усилить электромагнитное поле человека, и, возможно, у него появятся суперспособности. Для этого нужно, чтобы волны биополя человека вошли в резонанс с чем-то нематериальным. А резонанс это резкое увеличение амплитуды колебаний. Я украл у родителей все сбережения и подкупил охрану университета, чтобы по ночам меня пускали в лабораторию, где был ускоритель. Через неделю опытов мне удалось поймать резонанс поля камня и биополя крысы. Крыска дотронулась до камня, и вокруг них возникло какое-то легкое свечение. Крыса как будто стала улыбаться, ее глаза были такие довольные. Я ее пугал, давал сыр, пытался оттащить, но она держалась за него и радовалась. Прошла неделя, крыса уже была полностью худой, но все еще держалась за камень, и я решил, что крысу нужно спасать, и оттащил ее за хвост от камня. Она взбесилась, зашипела, из ее рта пошла пена. Что-то странное было с этим камнем, и на всякий пожарный я трогал его только в перчатках. Я положил камень в контейнер, понес его домой, чтобы проверить на котах. Сынок, ты опять застарая, тебе скоро 15 лет, а ты все камни какие-то носишь домой, прям как ребенок, а? Мама, нет, не трогай, нет! Хочешь, возьми мою карту, закажи себе PlayStation 5, и пиццу возьми, друзей позови, отдохните как следует. Я боялся, что мама будет держать этот камень как крыса, и через неделю умрет от голода. Мам, отпусти камень! Что ты натворил, скотина? А ну отдай этот камень немедленно! Она была настолько не в себе, что когда я отбирал этот камень, она откусила у меня кусок мяса с руки. Я бежал по улице, а за мной гналась моя собственная, разъяренная мать, ее глаза полностью налились кровью. Через некоторое время я оторвался от мамы, уже темнело, и нужно где-то было переночевать. Я подошел к элитному богатому дому, и начал ждать, пока выйдет какой-нибудь богач. Дядь, купите камень, всего один рубль! Бедный мальчик, кушать, наверное, нечего. Ну, держи пятерку, давай свой камень. А че ты в перче? Спасибо тебе, мальчик, я наконец-то достиг всего в жизни. Пойдем к банкомату, я сниму тебе денег, сколько нужно. Вторая часть в следующем видео. В лаборатории я создал камень блаженства, все, кто к нему прикасались, испытывали бесконечное счастье. Им уже не нужно было ничего, ни деньги, ни квартиры, ни власть. Они все отдавали первому встречному. Но они не могли оторваться от камня. Они не ели, не спали, а только наслаждались им. Моя мама коснулась этого камня, и мне пришлось силой его отобрать. Но мама настолько озверела, что в попытках отобрать этот камень, откусила мне кусок мяса на руке. Мне пришлось бежать из дома. Алло? Сынок, возвращайся, пожалуйста, домой. Хорошо, мам, а тебе уже легче? Ты в себя пришла? У меня все хорошо. А камень у тебя? Ты где сейчас находишься? Я понял, что это уже была не мама. Какой смысл жить, если собственная мать тебя готова убить за камень? Лучше я умру от счастья! Сначала я почувствовал, что мое тело перестало весить вообще. А во рту было ощущение, как будто я непрерывно ем ванильное мороженое. И я почувствовал, что должен делиться всем, что у меня есть со всеми. Я должен всем сделать такие же камни. Алло, это университет? А сколько стоит ваш ускоритель частиц? Я покупаю. Алло, это каменоломня? А сколько вы стоите? Покупаю. Люди приходили ко мне, и я каждому давал мешок камней. Процесс распространения камней произошел так быстро, что через неделю по телевизору уже говорили. Никаких новостей нет, потому что больше нет убийств. А? Есть все-таки новость. Что? Закрывается передача «Большая стирка»? Ну правильно, потому что ведь все счастливы. Мне передают, что у нас прямое включение из Купертина. Вещает сам глава Apple, Тим Кук. Тим, расскажите, почему вы закрываете Apple? Мы ведь делали гаджеты для того, чтобы люди убегали в них от жизни. А зачем теперь от нее бежать? Ведь у нас есть ай-камень. Ничего не работало, никто не работал. Все магазины закрылись. Я гулял и на что-то наткнулся ногой. Это был человек. И у него из руки выпал камень. Что? Почему он выронил камень? Как это вообще возможно? Возможно, если он умер. Я понял, что мне нужно поесть, несмотря на то, что я есть не хочу. Но еды нигде не было. Я доехал до ближайшего частного дома, где был огород. А на огороде блестели красным помидоры. Я подошел к забору, чтобы залезть в огород. А ну пошел отсюда, чмо, счастливая! А вы что, несчастливы? Вы без камня? Возьмите, у меня есть второй. Для нормальной жизни нужны проблемы и ограничения. А настоящее счастье в преодолении трудностей. Брусь камень! Резко двинулся вправо и... Стой стрелять! Буду! Спасибо! Я поел помидоров, и блаженство усилилось многократно. Решил немного полежать в его доме. Открыл одну из комнат, а там на меня смотрели три ребенка. Они были напуганные, голодные, чумазые и одеты в какие-то рваные тряпки. Здравствуйте, детки! А хотите самую вкусную конфету на свете? Третья часть в следующем видео. Сынок, если ты это сделаешь, ты мне больше не сын. Что бы ты ни сказал, я все равно это сделаю. Это опозорит тебя, меня и всю нашу семью. Я всю жизнь мечтал это сделать, пап, я должен. От тебя отвернутся даже твои друзья. Если они от меня отвернутся, значит они мне не друзья вовсе. Ты бы хоть мать пожалел. Не надо этой дешевой манипуляции матерью. Я сам выбираю свой путь, я сделаю это, пап. Но раз для тебя даже мать ничего не значит, делай. Давай же, делай. Забирай свои вещи и убирайся скорей. Я жил в мире, в котором нельзя грустить. В главном законе было написано, если хочешь жить, радуйся. Все началось с того, что какой-то Курапов изобрел камень блаженства. Если к нему прикасаешься, испытываешь непрерывную радость и улыбка не сходит с лица. Но при этом ты полностью подчинен приказам извне. Если тебе скажут отдать последние деньги или переписать квартиру, ты легко это сделаешь. Со временем многие люди научились отказываться от этого камня, чтобы поменьше подчиняться. Но им все еще приходилось изображать радость. Потому что все зашло настолько далеко, что если хоть где-то появлялся грустный человек, его тут же выгоняли из школы, с работы. А если он продолжал грустить, он исчезал бесследно. Я много лет назад выбросил камень блаженства и за это время очень сильно устал от этого лицемерного позитива. Я всегда чувствовал грусть. Мне хотелось грустить. Скорее убирайся отсюда. Если позитивный контроль узнает, что в нашем доме есть грустный, меня уволят, всю нашу семью уволят. Нам будет нечего есть. Я скитался по улицам и облегченно грустил. От меня отпрыгивали все люди. Но потом мне захотелось покушать. Я зашел в кафешку и сказал. Мне пожалуйста два беляша. Здравствуйте и пошли вон отсюда скорее. Я сильно хотел кушать, поэтому зашел в другой магазин с натянутой улыбкой. Дайте мне пожалуйста хлеба. Вот пожалуйста ваш хлеб. Хороший денек, не правда ли? Денек полное говно. На улице дождь, а у всех людей отобрали имущество. Вы видели, что всех переселили в бараки? Стоять, руки за голову, улыбку на ушей. Улыбайся немедленно. Нет. Так, лейтенант, в отдел перевоспитания его. Спасибо, лейтенант, закрой дверь с той стороны. Ты че, умным себя почувствовал? О-о-о. Да, нам в полиции разрешено грустное выражение лица. Раз ты такой дерзкий, слушай меня внимательно. Теперь у тебя есть два пути. Можем взять тебя работать к нам в полицию позитива. Либо второй вариант, о котором лучше тебе не знать. Какой? Вечная грусть и страдания. Ты будешь сидеть в камере, в которой бьют током, как только ты улыбнулся. Это чтобы люди ценили мир позитива, который создал великий Курапов. Ладно, что нужно делать? Заставлять людей улыбаться и отбивать им желание грустить. И какими способами? Скоро узнаешь. Но есть одно правило. Никогда не спрашивай людей, почему им грустно. У нас вызов. Собирайся, поехали. И не забывай улыбаться. Полиция позитива, руки за голову, улыбку до ушей. Я не могу. Улыбайся, я сказал, улыбайся. Тебе же лучше будет улыбаться немедленно. Я не могу. Стажер, вот теперь смотри на наше главное оружие. Это щечный электрошок. От электрического тока мышцы его щек впадают в судороги. И он будет улыбаться до конца дня. Майор, может быть разберемся, почему он грустит? Заткнись, ты забыл главное правило. Держи, завтра выходишь на дежурство. Полиция позитива, руки за голову, улыбку до ушей. Я не могу. Я тебя умоляю, просто улыбнись. Тебе же лучше будет. Никак не получается. Нет, я попробую тебя защекотать. Хорошо, давай попробуем по-другому. Я тебе сейчас расскажу шутку. Когда я ждал второго сына, я спросил у первого, как назовем братика, Артур или Данила. А он ответил, давай собака. А я ему говорю, будет странно, если у нас будет два ребенка с одинаковым именем. Это была моя топовая шутка. А он разрыдался. Я не выдержал и спросил. Почему вы плачете? У меня. Знакомьтесь, новый камень блаженства iMax Pro SE. Мы услышали всех людей и заново переосмыслили камень. Мы фактически его пересобрали с нуля. Это абсолютно другой камень. Если раньше, когда вы отпускали камень, улыбка спадала с вашего лица. Но в новом ай камне, даже если вы его отпустите, вы все равно будете улыбаться, будете счастливы до конца своих дней. Каждый камень делается исключительно индивидуальным для каждого человека. Передает на вас свои вибрации и вы становитесь счастливым навсегда, даже без камня. Уникальной особенностью является то, что больше никогда не нужно будет делать новый камень. Это последний камень в вашей жизни. А почему ты держишь камень и не улыбаешься? Потому что это муляж. Я еще псих держать эти камни. Там же прям рабом становишься, нахер это надо. В смысле рабом? Ты разве не счастливым становишься? А счастливый и раб это как бы на самом деле одно и то же. В смысле? Так счастье, ну все, когда есть счастье, человеку уже ничего не надо. Человек полностью подчинен. У него нет никаких ни целей, ничего. Ты что, не знал? А где настоящий камень? У него специальная охрана, чтобы даже камни эти никто близко не подносил. Их же могут просто к щеке, знаешь, так вот прижать и все. До свидания на всю жизнь, ты раб. Нафиг это надо мне. Люди до сих пор же не понимают. Люди глупы. Они не могут никак понять, что настоящая жизнь-то в несчастье как раз. В проблемах. Когда нет проблем, жизнь кончается. У кого нет проблем, ты знаешь? У кого? Не знаю. У покойников. И вот этих людей, которые купили этот наш камень блаженства. То есть мы делаем из людей покойников рабов? Да, ходячих покойников, рабов. Просто ботов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова